здравствуйте дорогие друзья меня зовут юля и вы на канале о вязании сегодня хочу вам рассказать о своих продвижениях многие меня просят многим это интересно мне также нравится смотреть такие видео подобные так что поделюсь с вами что мне удалось повязать может вас чем-то вдохновлю итак дорогие девочки у меня уже связано полностью телом свитера который я вижу для своего мужа так и смотрим это все за вчера я довязала вот смотрите за вчера мне удалось повязать вот от этого маркера и до конца здесь где-то сантиметров 15 резиночка связано пять с половиной сантиметра так посчитал нужный муж он сказал немного подлиннее связать хотела связать 4 сантиметра но он так пожелал вот все мне нравится резиночку вязала на спицах номер три но перед этим набрала еще 20 петель дополнительных дабы резинка не стягивала сильно полотно вот вам видно что она стянута но не так сильно как бы было стянуто если бы мы с вами не набрали вот это дополнительное количество петель это все мастер-классе буду говорить я уверена что резиночка немножко еще разойдется поэтому вот этих таких углублений не будет все мне нравится вот так резинка смотрится по спинке концы еще не прятала когда уже свяжу рукава тогда спрячу все кончики у меня сегодня было смятение что же снять мастер-класс продолжение мастер-класса по свитеру невесомая сталь или же болталку решила что все-таки сниму болталку так мне проще а завтра полностью отведу весь день на съемку мастер-класса дабы закончить его и вы смогли тоже закончить это изделие все мне нравится я довольная как сидит я опять вчера примеряла все отлично опять спрашивая за регуанной линии он сказал все хорошо все его устраивает так что я теперь понимаю почему я не буду и не вижу на заказ очень переживаю дабы все было хорошо кто только недавно присоединился к нам на мой канал то хочу сказать вижу из пряжи свитер drop sky эту пряжу вы можете купить в интернет-магазине мир вышивки ссылочку я вам оставлю внизу в описании под видео также моим зрителям предоставляется 10 процентная скидка по промокоду шаламова у меня ушло 5 моточков на тело свитера еще останется связать рукавчики но я думаю что на рукава уйдет по мотку так для того чтобы связать два рукава одновременно круговых спицах это так забежим наперед вам понадобится два мотка пряжи так как от одного мотка неудобно будет вязать да и больше будет концов так как одного мотка на два рукава не хватит так что вам рекомендую взять все-таки два рукава и круговые спицы и того же размера что мы с вами вязали все тело это спицы номер четыре с леской где-то 80 сантиметров 80 или 100 смотря какая ширина вашего рукава конечно если бы вы мы конечно если бы мы вязали детское изделие то я вам бы порекомендовала взять спицы с тросиком 80 сантиметров не больше но так как это огромное изделие большое взрослый то лучше взять спицы с тросиком 100 сантиметров так завтра сниму и вы уже сможете полностью связать готовое изделие и последняя часть будет посвящаться готовой работе я постараюсь сделать фото как свитера сидит на моем муже вот принципе так забыла вам рассказать и показать свою покупочку это бобинная пряжа 100 процентный лен если я не ошибаюсь ссылочку на магазин где можно купить данную пряжу я оставлю вам внизу в описании под видео летом я заказывал уже у них пряжу бобинную тоже лен не пойму почему такое совпадение хотя у них много разной пряжи осталось довольно это была спонтанная покупка я гуляла просторами инстаграма и увидела фото джемпера хозяйки этого магазина и влюбилась мне захотелось такой же связать себе джемпер поэтому вот произошла такая покупочка голубого цвета у меня 500 грамм вот такого я бы сказала золотистого очень красивый цвет у меня 200 грамм и еще мне немного там доложили ниточки вот такого цвета так как там был остаток я думаю что хозяйка не будет против если я вам ставлю фотографию на несколько секунд чтобы вы увидели ее работу и меня покорил меня покорила сочетание цветов очень красиво и вот поэтому я решила себе заказать такую пряжу надеюсь это фото вас тоже вдохновит и вы заглянете в этот магазин там много достойной бобинной пряжи не бойтесь вязать бобинной пряжи это очень интересно и главное изделие получаются изумительными и стоящего внимания окружающих я хотела вязать конечно джемпер ближайшем будущем но решила что свяжу его на весну вот не буду уже зимой вязать а где-то мы с вами начнем феврале вязать это джемперочек он будет со спущенным плечом и довольно таки свободный вот так девочки если вас вдохновила фотография вы можете выбирать себе пряжу зимнего состава и связать такой же джемпер так это ясно если уж у нас речь пошла бобинной пряжи покажу вам процесс который у меня как раз вяжется из бобинной пряжи это пряжа у нас 50 процентов боби альпака 35 процентов китбахер 15 процентов нейлон такой цвет пыльной сирени очень красивый цвет необычный так что мне удалось провязать я вам показа когда у меня была связана круглая кокетка так и я уже связала азиатский росток вот так у меня выглядит где-то полтора сантиметра мне больше не нужно и вот второй край это все петли спинки вот начало моего ряда и я вязала туда-сюда поворотными рядами пока мною не было вывязано нужная высота азиатского ростка дальше что я делаю что я делаю дальше я снимаю петли рукава на дополнительную нить набираю петли на подрезы это будет не больше 4 петель дальше вяжу перед снова переснимаю 2 рука на дополнительную нить набираю петли на подрезы и нахожусь на начале ряда и потом по кругу вижу нужную длину моего джемпера с высоким горлом очень мне нравится этот проект без узоров для отдыха отличный вариант чтобы менять как бы процесс у меня есть что повязать с узорами это отдыхалочка как всегда я люблю заводить такие процессы чтобы можно вязать не думая расслабиться что рекомендую чтобы у вас был такой процесс для отдыха вот так девочки больше ничего не вязала сегодня просто с утра монтировала видео и хочу также ответить на вопросы но еще вам расскажу о новом процессе который я хочу начать в ближайшем будущем может даже сегодня у меня есть вот такая бобинная пряжа но это не вся это та что осталось на конусах эту пряжу я заказываю в интернет-магазине мануфактура этот магазин тоже находится в инстаграме здесь у нас 30 процентов меринос 10 процентов baby альпака 10 процентов модал и 50 процентов акрил и вот этот цвет 50 процентов меринос 50 процентов акрил 1400 метров а здесь у нас не написано ну где-то тоже так само так вот у меня что есть и еще у меня есть вот такая баночка с перемотанной бобиной пряжи у меня есть голубой серый и вот такой персиковый они схожи по метражу и вы видите что есть еще моточная пряжа что я хочу связать я хочу связать джемпер для моей младшей дочки или старше я взвешу сколько у меня в остатке этой пряжи и сейчас покажу что мы здесь имеем это газа рок-н-ролл я как-то весной вроде бы заказывала два моточка вот такой пряжи у меня даже с образцом она лежит вот такая пряжица с одного моточка я связала шапочку для своей младшей дочки я оставлю вам подсказку очень классная шапочка бенни надеюсь вам она понравится и вы захотите его связать как бы вдохновитесь хватило всего одного мотка один моток у меня остался но он рассыпается как вы видите так и потом у меня есть вот такой даже страшно вытягивать есть вот такой персиковый цвет вот так камера конечно его не передает он идет как бежен может даже это без с розовинкой так вот у меня моточки смотаны 3 ниточки так и серый у меня тоже его достаточно много тоже серый цвет так персиковый и голубой вроде бы все вот мои остатки я уже давно хотела что-то с них связать но никак не могла придумать это у меня идея не спонтанно начать новый проект я хотела уже месяца полтора начать но никак не решалась ну а вот тут решила было не было начну так это будет джемпер для моей младшей или старшей дочки еще пока не знаю со спущенным плечом будем вязать с вами снизу вверх это будет как бы мастер-класс но я хочу по-новому начать снимать мастер-класс может вам понравится и тогда буду продолжать такой же технике это все делать так это все полу шерсть до мериносовая ну там где-то есть еще альпака до 10 процентов она более пушистая вот эта пряжа я из этой пряжи вязала для своей старшей дочки джемпер но девочки стирала его машинки с обычной обычной стиркой с обычной одеждой и не уберегла его поэтому хочу все исправить и связать новый джемперочек он конечно неплохой но я его стиркой испортила это пряжа не держит резинку он как бы минусную могу с этим смириться легко будем с вами вязать буду снимать мастер-класс как буду распределять вот эти цвета еще не знаю не думала но сегодня взять на что-то придумай наверное уже завтра порадую вас новым процессом покажу свои продвижения все будет легко достаточно вязаться ну я думаю интересная модель получится пряжа мягкая совсем не колется очень я бы сказала приятно это что если вдруг мануфактуре есть еще такая пряжа то можете заказать кстати она не очень дорого стоила 50 гривен или сколько не помню так девочки не пугайтесь это не бардак это я хочу вам показать свои образцы мне сегодня задали вопрос вот я буквально недавно выпустила около обеда видео новое и показала образец и меня спросили как я на образце отмечаю номер спицы с половиной то есть там три с половиной четыре с половиной пять с половиной да не целый номер и я как-то у меня не было под рукой образца где отметила с половинкой спицу и начала искать своих образцах этот нужный образец они все связаны в течение где-то полугода может немного больше когда я открыла посмотрела мне сразу захотелось это все выбросить но когда я начала брать руки ощущать вспоминать что же было связано чтобы я еще могла связать и я понимаю что они мне послужат как вдохновение я не буду их выбрасывать где-то определю просто они у меня лежали коробки но та коробка мне понадобилась под проект чтобы пряжа не рассыпалась не запуталась и сейчас они у меня неопределенно лежат по дому я хотела изначально отдать своим девочкам пусть шьют куклам одежду но когда ощутила вот эту всю красоту я сразу передумала думаю пусть будут пусть лежат так и по поводу ответа на вопрос как определить номер как отмечать номер спиц с половинкой смотрите вот это у меня образец связан из пряжи элизе cotton gold и я этот образец вязала на спицах три с половиной как я это поняла вот 1 2 3 3 изнаночные петли 1 лицевая то есть и отступила и одна петля вот так понимаю что три с половиной девочки кстати это очень удобный способ я хочу вам сказать что я сейчас вам могу назвать всю пряжу из которой связаны вот эти образцы точнее каждую пряжу но когда я смотрю свои первые образцы то я вам не скажу на каких спицах я вязала честное слово вот допустим вот этот красивый образец я не помню каких спицах вязала пряжу я помню вот это или залана gold classic вот это тоже лизала на gold classic вот это на каперис вот это дропс вот это акриловая пряжа ореола вот это я вязала недавно мне прислали новинку элизе атлас вроде бы так называется просто на новинка я немного сталкивалась с ней это элизе ангура gold 7 лида вот это тоже она с этой пряжей вязала кардиган для своей дочери только два сложения вот так вязала потом вот это тоже ангура gold от ализе вот это тоже ангура gold нет вот это элизе лана gold classic вот это я вязала образец вот из этой пряжи только персиковый цвет что он только что показывала буквально вот этого носа вот это я вязала я точно знаю что это за пряжу но сейчас он не скажу названием это носочная пряжа или гималай фибра натура до лима вот да это бобиная пряжа с которой я вижу пуловер со спущенным плечом это тоже одна и та же пряжа это ореола стопроцентный акрил ну это все я знаю все помню это тоже она что еще вам вот это я смешивала тоже новинку от элизе букле и с бобиной пряжей это пряжа стопроцентный анти пилинговый акрил гималайи анти пилинг да это вот что я вам говорила покупала бобинную пряжу тоже лен вот в этом магазине что заказывала для джемпера вот она очень красиво смотрите какой цвет у меня еще осталось наверное летом повяжем еще маечки вязала майку да кстати так вот это я вязала кардиган софия по нему есть подробный мастер-класс это была планочка ажурная вот смотри на каких спицах не знаю пряжу знаю вот это пряжа в два сложения из которой я вижу себе джемпер с высоким горлом два сложения никуда не годится в одно лучше сразу скажу вам это пряжа из которой я вязала джемпер это бобинная пряжа джемпер вязала для своей старшей дочки вот буквально недавно вот это тоже ореола стопроцентный акрил вязала плед это кстати узор пледа так и это я вязала шаль для социального проекта 40 петель добра точнее шапочку вязала образец для шапочки вот девочки все помню каких спицах не помню так что вам рекомендую вязать образец вот смотрите вот у меня образец связан 1 2 3 и отдельно 1 изнаночная петля это три с половиной связан образец вот это 12 на спицах номер четыре то есть все понятно вот я вам могу с легкостью рекомендовать этот способ тоже вот 1 2 3 4 4 с половиной и здесь на четверке связано поэтому вот так отмечаю честно скажу вам не знаю как вам отметить 375 325 ну это как-то должно быть в голове вы можете связать если вам вот очень нужно можете взять 3 например 25 дам 3 отступили 2 отступили 5 вот 325 это будет вам точно понятно и ясно вот поэтому вам достала все эти образцы чтобы показать это кстати лагуна от валенсия до валенсия кстати вам это сказала это тоже валенсия только деним то есть я все помню хотя вот эти образцы связаны течение где-то 7 месяцев но весной вроде бы начала собирать это тоже у меня элизе элизе катон голд вязала джемпер для своей старшей нет младшей дочки шанель ссылочка на мастер-класс оставлю вам очень классный ажурный джемпер связан ромбами полностью рукава и тело супер так что вот так девочки все мои продвижения еще немного повязала шали ну буквально немного сейчас покажу вам так вот моя шаль я сейчас нахожусь на двадцать пятом ряду все честно все по правде мне нравится вязать поднимает настроение прям тоже моя отдыхалочка так как я уже вязала эту шаль и нет никаких сложностей кстати я последнее видео выпустила где начинала вязать эту шаль и оставила вам ссылочку на очень хороший мастер-класс кто не слышал мастер-класс я снимать не буду так как вам нашла очень классные вы по нему свяжите зачем меня ждать если вы сейчас уже можете связать полностью шаль там две части мастер-класса все понятно схему не помню оставил в инстаграме или нет но если нет то сейчас обязательно все там размещу просто нужно сделать до инстаграма классное фото а потом только прикреплять туда схему вот девочки очень воздушная классно кстати мне написали комментарий что нужно вот эту пряжу вязать на спицах большего размера так как она после стирки раскрывается и когда вяжешь на спицах меньшего размера там на троечки на четверочке и тогда полотно забивается и не такое получается воздушным уже скоро довяжу первый раппорт вот этих листиков сейчас я вижу начало этой шали как бы по первой части схемы а потом буду просто повторять раппорт этом высоту не помню сколько рядов ну очень легко все запоминается вяжется легко мне нравится конечно кстати напоминаю что можем с вами сделать совместное вязание этой шали замерзшие листья пишите если будет хотя бы 10 человек желающих связать шаль вместе со мной то пожалуйста мы с вами свяжем буду вам снимать какие-то краткие видеоролики как что я провязываю кстати хочу вам сказать я делаю не одинаковые накиды у меня с одной стороны одни идут накиды а со второй другие могу вам показать если вы хотите но если нету нет я не обижусь буду с вами прощаться желаю вам всего самого наилучшего вы меня самые лучшие вас люблю ценю пишите ваши комментарии добавляйтесь ко мне в инстаграм буду вас очень рада видеть там никак не решусь проводить прямые трансляции все боюсь может вы меня вдохновите помните что все мире связано и пока пока девчонки пишите мне буду ждать